Была очень смешная ситуация, я помню, в отделении. Я сижу, пишу свое заявление на прокуратуру, и сидит этот старший лейтенант Петров. И вот по нему можно было писать учебник по невербальной передаче информации. Он вот... Вот он вот так вот сидел, я на него смотрю. Мне потом очень интересно было, что там будет. Ну сейчас я увидел материалы дела. То есть я, конечно, не знал, что именно там написано. Но я уже видел вот так на расстоянии 5 метров, что там написано ложь. Так оно и оказалось. Вот, ну... Меня Варя Доревская спрашивала, говорит, я говорю, должно было быть страшно, но... Честное слово, по данному эпизоду, не то, что меня нельзя напугать, но по данному эпизоду страшно действительно не было. Хорошо понимал, что происходит, что происходит снаружи. Вот сними это довольное лицо. Вот. Понимал, хорошо понимал, что происходит снаружи, что они там делают, что сейчас будет происходить, как они будут пытаться меня там всячески обмануть. Они меня немножко обманули, но в целом я все понимал. и дальше понимал, что если, как я сказал на суде, дальше так будет этими людьми совершаться беззаконие, и несмотря на то, что мы стараемся, граница легальности очень размывается. и где мы окажемся в результате, вот это действительно страшно. То есть страшен не сам вот конкретный приговор, там, ну, разрешение. Это ведет постепенно к правовому вакууму. К правовому вакууму. Это правовый юридический вакуум. Мы в нем окажемся. Вот это действительно страшно. Он уже есть, правой нигилизм. Ну, оно постепенно так вот проползает. Так, пальцами. Вот. Собственно, вот на этой фразе лучше закончить. Это главный результат, да? Это государство.